МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Валерий Жандоров в ходе пленарного заседания Госсобрания Илтумен. Министр отметил, что в первые восемь позиций занимают крупнейшие регионы страны. По собственным налоговым доходам, которые мы в прошлом году завершили на уровне 112 миллиардов, Якутия занимает 14 место среди субъектов федерации, добавил Жандоров. На фоне других субъектов доходы республики находятся на достаточно неплохом уровне. Новое качество жизни и экономики России невозможно обеспечить без развития цифровых технологий, заявил первый вице-премьер Российской Федерации Игорь Шувалов. По его словам, у России нет иного выбора, потому что добиваться результатов экономического роста можно только базируясь на цифровых технологиях. Это означает, что минуя определенный этап, который в наиболее развитых странах занял последние 20 лет, мы, базируясь на новых технологиях, можем перейти к тому же уровню обслуживания населения и такому же качеству услуг, если не лучше, резюмировал Шувалов. Центробанк впервые назвал предполагаемую ставку по кредитам для застройщиков жилья при переходе от долевого строительства к проектному финансированию. При сохранении нынешней ключевой ставки Центробанка в 7,5% она будет составлять 6 или даже ниже. Напомним, что 1 июля вступят в силу поправки к закону о долевом строительстве, согласно которым привлекать средства для возведения жилых домов застройщикам разрешается только от банков. Это не приведет к прекращению практики заключения договоров долевого участия с покупателями жилья, но риски по договору будет нести банк, а не дольщик, так как средства покупателя останутся на счетах кредитной организации до завершения строительства дома. Характеристики российского самолета ТВС-2 ДТС лучше зарубежных аналогов и позволяют совершать межрегиональные полеты. Об этом Якутия-24 сообщил председатель правительства республики Евгений Чекин. Он рассказал, что сравнение с зарубежными машинами того же класса показало, характеристики отечественного самолета лучше как по дальности полета, так и по грузоподъемности. Ранее мы сообщали, в ходе Сочинского инвестиционного форума подписано соглашение, по которому авиакомпания «Полярные авиалинии» станет эксплутантом легких самолетов ТВС-2 ДТС. Соглашение позволит объединить усилия по улучшению транспортной доступности малонаселенных районов Крайнего Севера и Дальнего Востока. «Алроса» планирует провести два аукциона по продаже алмазов и бриллиантов в Гонконге с 27 февраля по 3 марта 2018 года. Единая с бытовой организацией «Алроса» готовит к аукциону алмазы специальных размеров массой 10 карат и более. Всего готовится 121 лот общей массой 1949 карат. Вес самого крупного камня – 47 карат. Выставляемые на аукцион камни добыты на месторождениях «Алроса», «Алмазы Аннабара» и «Алроса Нюрба». К сегодняшнему дню для участия в торгах зарегистрировано более 80 компаний. Учитывая состав участников и стабильный спрос на ассортимент, ожидается, что аукцион завершится хорошими результатами, сказал заместитель генерального директора «Алроса» Юрий Акаемов. В нынешнем году торговля алкоголем в интернете разрешена не будет. Начало продаж, ранее запланированное на 1 января 2018 года, Минфин предложил перенести на начало 2019-го. Это следует из доработанной версии законопроекта Минфина, которая размещена на портале правовой информации. При этом в первый год действия документа онлайн-торговля не должна распространяться на крепкий алкоголь. Это станет возможным только с 2020 года. Ранее ожидалось, что документ будет принят Госдумой в 2017 году, а с начала 2018-го вступит в силу. Последовательным противником нововведения был и остается Минздрав, который видит риск нарушения уже установленных запретов. Например, части продаж в ночное время или несовершеннолетнем. Сторонником законопроекта выступает Минпромторг. На основе опыта тренировок и выступлений участников WorldSkills будет выстраиваться дальнейшая программа по подготовке кадров в республике, сообщил заместитель председателя правительства региона Игорь Никифоров 20 февраля на торжественном закрытии 6-го регионального чемпионата «Молодые профессионалы». «В дальнейшем мы будем двигаться в направлении совершенствования тех навыков, знаний и методик, которые так замечательно проявились в эти дни в вашей работе. Компетенции, в которых соревнуются участники, очень важны для экономики страны и республики», – сказал зампред. В Якутии предоставить сведения о стаже своих работников должны 16 596 организаций. По данным на середину февраля, отчеты приняты от 7 639 работодателей. Пенсионный фонд России ввел новую ежегодную отчетность, которая содержит более детальную информацию по каждому работнику. Именно по сведениям этой отчетности специалисты пенсионного фонда в течение марта дополнят сведения о стаже якутян за 2017 год. А в апреле обновленные данные каждый гражданин сможет увидеть в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда России. Тем временем в самом пенсионном фонде грядут сокращения персонала. Глава ведомства Антон Дроздов заявил о намерении сократить 20% сотрудников. Сокращение связано с внедрением информационных технологий. По его словам, за последние несколько лет фонд уже сократил численность работников примерно на 17%. А с 1 января 2017 года, когда администрирование неналоговых платежей перешло в ведение Федеральной налоговой службы, численность сотрудников Пенсионного фонда России сократилась на 10%. Министерство инвестиционного развития и предпринимательства поддержало проект открытия турбазы в Аймеконе. Автор проекта предприниматель из Статинского района включен в реестр фонда поддержки местного производства для предоставления льготного займа. Об этом сообщил в соцсетях министр инвестиционного развития и предпринимательства республики Антон Сафронов. Цитата. «Я порекомендовал включить данный проект в реестр товаров и услуг, который в последующем сможет участвовать в конкурсе на получение льготного займа в фонде поддержки местного производства товаров и услуг». На сегодня все шансы для позитивного укрепления национальной валюты сохраняются. В этом уверены финансовые аналитики страны. Эта уверенность обусловлена, с одной стороны, тем, что в ближайшие дни ожидается увеличение продаж валюты экспортерами, поскольку в понедельник истек срок выплат по налогу на добычу полезных ископаемых. С другой стороны, в пятницу ожидается решение по международным рейтингам России, у которых есть вероятность на повышение. Однако, если рейтинг не повысят, то ситуация на валютном рынке по отношению к рублю может отыграться и в обратную сторону. Тем более, что доллар чувствует себя достаточно неплохо. Официальный курс доллара на 21 февраля составляет 56 рублей 52 копейки, укрепление на 18 копеек. За 1 евро дают 69 рублей 89 копеек, ослабление на 1 копейку. На этом все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия 24.